Здравствуйте дорогие друзья! Вы на волнах канала MSDC. Я рад приветствовать вас! Для тех, кто не знает меня, меня зовут Артур Жусупов. Я являюсь специалистом по подготовке к поступлению в Назарбаев университет. На нашем канале представлена целая коллекция видео, которая уже помогла тысячам поступающих понять процесс поступления в Назарбаев университет. Так что если ты их еще не посмотрел, скорее сделай это. А чтобы не пропустить новые, жми лайк, подписывайся на наш канал и жми колокольчик. Сегодня мы поговорим о небольших хитростях, к которым прибегали в прошлых годах поступающие в Назарбаев университет. Эти хитрости помогают вам сэкономить время, деньги, а также увеличивают ваши шансы на вхождение в высшую лигу. Порой эти хитрецы действовали на грани фола, но что не запрещено, то разрешено. Готовишься к поступлению в Назарбаев университет? Ищешь курсы или материалы для подготовки? Воспользуйся сборниками тестов от MSDC по математике. Подобранные, основываясь на силабус, выверенные по сложности материалы помогут тебе почувствовать экзамен. Решать в отведенное время, а также выйти на уровень выше проходного балла. Специально для тех, кто приобрел его легально, будут доступны решения. И специально для тех, кто закажет его, в подарок получит сборник по своему второму предмету. Нуфипет, физика, химия и биология, критическое мышление. Эти сборники не продаются, а предлагаются в подарок сборнику по математике. Стоимость сборника тестов по математике с доставкой в любой регион страны 6500 тенге. Второй сборник – подарок. Для заказа заполни форму, ссылку на которую я оставлю в описании. Сразу хочу сказать, что все то, о чем я буду говорить, быть может, вы уже знаете или считаете само собой разумеющимся. Но для многих это будет полезной информацией к сведениям. Итак, вы готовы? Поехали! Номер 1. Поступать и на фаунд, и на дайрект. Нет гарантии, что вы пройдете через отбор Нуфипет. Бывало так, что в день теста ребята были не в настроении или плохо себя чувствовали. Это мешало набрать им реальный балл. Или вовсе они решали так плохо, что не набирали и проходного балла. В моей практике были те, кто смогли отыграться и поступить на дайрект. Если смог кто-то, сможешь и ты. Номер 2. Большинство же наших студентов, которые поступают и на фаунд, и на дайрект, страдают мучительным выбором. Пойти на фаунд или выбрать дайрект. Ведь им приходит приглашение и туда, и туда. Казалось бы, выбор очевиден. Но кто-то хочет первый год повалять дурака. Номер 2. Для сдачи Нуфипет выбрать другой город. Многие ребята из Алматы и Астаны, где тест проходит обычно в первую очередь, указывают город для сдачи Караганду или Талдыкурган. Чтобы иметь больше времени на подготовку и, возможно, спросить у своих друзей, которые задают другие в городах, приблизительные вопросы. Тактика хорошая. Она работает только в плане лишних одной-двух недель на подготовку. Как учитель со стажем, я могу заявить, что перед смертью не надышишься. А вопросы первого потока отличаются от вопросов второго и третьего. Вопросы идут строго по силабусам, которые мы подробно описывали в своих предыдущих видео. И мы также призываем соблюдать честность в борьбе. Ведь действительно, пусть победит сильнейший, а не хитрейший. Хотя, на войне все способы хороши. Номер три. Использовать халявный Айлд третьего тура отбора на фаунт для подачи в другие университеты. Сдать Айлд на данный момент означает потратить порядка 50 тысяч тенге. Принимая во внимание тот факт, что сдавать его нужно несколько раз, почему бы не сделать это за счет государства? Номер четыре. Поступить на платный фаунд, затем перевестись на грант. Многие очень сильно хотят поступить на Зарбаев университет. Не у всех получается быть в топах конкурсного отбора. Но все же есть те, кто соответствуют минимальным требованиям. Для таких поступающих есть возможность обучаться на платной основе. Подробности можно будет узнать на сайте, ближе к моменту зачисления основной массы абитуриентов. Мой опыт говорит не о том, что поступив на платное отделение, уже после первой сессии будет почти 100% возможность перейти на грант. Так как уже к тому моменту будут отчисленные. К сожалению, Астана не всем дается легко и не все адекватно воспринимают фалившуюся на них взрослую жизнь. Но тем лучше для тех, кто действительно достойно обучаться на Зарбаев университет. Никто не запрещает сдавать IELTS, SAT, ACT и TOEFL каждую возможную дату. Для того, чтобы в итоге набрать проходной балл. Это как в онлайн игре, где можно купить бронь, крутую пушку или как-то еще прокачать своего героя. Любой каприз за ваши деньги. Вот к сожалению, не для всех он подходит. Далеко не для всех. Но это легальный способ и он есть. Вот вам еще одна причина, которая дает ответ на вопрос, зачем нужны деньги. А также подтверждение мудрости, что счастье вовсе не в деньгах, а в их количестве. Ну ладно, шутки шутками, а если серьезно. Устройся мойщиком машин на лето, помощником повара или менеджером в типографию и не трать деньги попусту. Занимайся хорошо, чтобы не растягивать количество попыток. И еще одна попытка сдачи экзамена не будет болезненной для твоего семейного бюджета. Из 10 вопросов о поступлении на фаунд, 2 приходят от тех, кто учится в 8 или 9 классе. Подумать только. Так что вопрос о том, когда лучше начинать подготовку, имеет четкий ответ. Вчера, а еще лучше позавчера. Номер 7. Быть учеников Назарбаев интеллектуальной школы. Нишевцы, родненькие, я вас очень люблю. У меня среди нишевцев очень много друзей. Но стоит признать тот факт, что выпускникам ниш чуточку легче готовиться к поступлению в Назарбаев университет. Больше материала, больше инфы, целенаправленная помощь от учителей. И еще результаты их выпускных экзаменов принимают при поступлении в Назарбаев университет вместо SAT. Поступи в ниш, сдай хорошо мески и будет тебе счастье. Ну вот такой вот получился у меня сегодня выпуск. Надеюсь, тебе была интересная информация в данном выпуске. Обязательно расскажи об этом видео своим друзьям. Если у тебя есть на примете какая-либо хитрость или лайфхак о поступлении в лучший вуз страны, обязательно дай знать об этом в комментариях. Будет интересно почитать. Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на наш канал. От тебя не убудет. А нам будет ясно, что то, что мы делаем, не зря. И мы делаем правильный контент. Также следите за нашими видео об экзамене SAT. Они выходят на английском языке. С вами был Артур Жусупов и математический учебный центр MSDC. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok